В министерство сообщений обратиться правоохранительные органы по факту выплаты выходных компенсаций бывшему руководству в Латвии Зелсель Шедвинс Берзинш и Айвар Стракшас, покидая должности, вместе получили почти полмиллиона евро. Между тем, саму компанию ждут нелегкие времена. Впереди оптимизация. Правда, кто ее проведет, до сих пор не ясно. Все подробности у Сергея Герасимова. 250 тысяч евро от Латвия Зелсельш получил бывший председатель правления концерна Эдвинс Берзинч, после того, как в августе этого года после конфликта с министром сообщения вынужден был покинуть свою должность. Еще 200 тысяч получил отстраненный член правления Айвар Стракшас. Размер компенсации впечатляет, ведь оба занимали в предприятии по две должности. Берзинч был еще и президентом, а Стракшас – вице-президентом. Законно ли это? Министерство сообщения завершило проверку. Вывод ясен в том, что компенсации были чрезмерны. Есть также сомнения в том, что они были юридически грамотные. И, соответственно, свои выводы мы направим в соответствующие органы. Решение о выплате компенсации принимал совет предприятия, его глава Янис Ланге. Он говорит, в ситуации, когда конфликт между главой отрасли и руководством госкомпании начинал вредить бизнесу, нужно было действовать незамедлительно. Я думаю, каждый должен делать свою работу. Если там есть какие-то сомнения, конечно, надо проверить. Потому что мы же знаем, что это деньги налогоплательщиков, деньги из латвийской железной дороги. Между тем, в конкурсе на новое руководство железки пока без движения. Номинационная комиссия уже выбрала по два кандидата на каждую из должностей. Однако уже почти два месяца спецслужбы оценивают, можно ли им выдать доступ к гостайне. Глава Минсообщения возлагает на новое руководство большие надежды. В условии, когда объем грузов из России неуклонно падает, все больше работы должно вестись с Белоруссией и Скандинавией. Надеюсь, что правление Латвии будет работать в следующем году над оптимизацией и структуры, и бизнес-подходов, и численности работников. Сколько конкретно из примерно 6 тысяч сотрудников в железке могут потерять работу, пока не ясно. Все уровни пересмотреть абсолютно все, начиная с администрации, начиная с персонала и заканчивая технологиями. Если мы смотрим на то, какая сейчас ситуация в отрасли, то эти цифры, которые были установлены, например, год-два-три года назад, на счет 2020 года, слишком автоматичны. Напомним, оборот предприятия «Латвияс Дзелстэдж» за 9 месяцев этого года составил 140 миллионов евро. Это на 17 миллионов меньше, чем за тот же период в прошлом году. Убытки за 9 месяцев 2 миллиона 200 тысяч евро. Сергей Грассимов, Кришьянин Слейт и Солов Спершевец, Латвийская телевизия.